Ой, собачка какая. Да какая собачка. Сейчас Сережа выйдет, он специалист. Смотри, считай это. Василиса, считай у него специалист. Это голубоглазое чудо. Сергей, твоя обязанность. Так, положи туда. Самочка, да? Ну что такое? Да что такое? Какая. Берегите, никуда не отпускайте. Он тоже уезжает, да? Нет, конечно. Это Володя бежит. Это Василиса Ильичук с красивой собачки пришла. Собачка, мне очень нравится она. Возьми, она запись идет. Отойдем туда? Со стороны. Ну, подожди, подожди. Хе-хе-хе. Огрызает. Какая красота-то какая, а? Хорошая собачка. Мне козы нравятся. Как, Игнарь Тихонович, команду ко мне ее научить, чтобы она... Как команду ко мне, спрашивает, научить-то ее? Не подбегает-то, вон, увидел ее. Я ей козленка дать бы, поиграть. А посадка-то у нее какая? Вот так вот держишь, когда она... Сними ее. Уши и хвост, чтобы попали. Даешь команду ко мне и делаешь рывок в свою сторону. А что она умеет делать? Какие команды? Ничего. Все умеем, умеем сидеть, умеем лежать. Ну, покажи, покажи. Ну, она, ты из сторонних, она не очень. Ну, мы отойдем. Хе-хе-хе. Хоть-хоть не очень. Смотри, сидит живет. Ну, там козы уже, все она. Паска или как ее называют это? О-о-о. Вот, видишь. Вот сейчас надо было рывок сделать тебе на будущее. Вот, если дала команду сидеть, она... Сколько ей уже возраста? Наверное, больше полгода. Да, вот пока она сидит... О-о, смотри. Она увлечена, она. Да, да, да. Когда она вообще на что не смотрит, то из нее вообще легко. Ветер гудит, ничего не будет слышен. Никак. Все. Так, не хорошо, пошли валы, мы показываем. Так, благодарю. Надежда Васильевна, благословляйтесь. Давайте помолимся. Держи. Подожди, он согласился взять. Сейчас я... Я сейчас косилку еще возьму. И немножко позанимаюсь, минут пять. Нет, нет, поехали. Минута на косилку принести. Косилку увезти в Барнаул. Еще надо? На ремонт косилку в Барнаул увезти надо. Еще повезти-то? Косилку. Косилку на ремонт. Я не буду брать. У меня это... Водитель берет. Пускай берет. Да, пойдем. Пусть ремонтирует. Тяжелую? Нет. Это мы в Потеряевке. Вот у меня голубятня первая. Вот. Тут ветер не дают слушать. Вот. Самая большая. Видите какая? Вот внизу это первый этаж. Второй, где рында висит. Третий, вон где лестница лежит. Четвертый, голубям заходите. Пятый на этаже. Выше телеграфного столба. А вот это вот Володина. Тут вверху у него голубятня. Вторая. И вот здесь у меня третья голубятня. У Никиты. Вот. Стеклышки видать. Покажи где. Вот. Я походил. Смотри. Сегодня, чтобы он заменил воду. Вода должна быть чистая. Не реже, чем в неделю один раз. Она уже черная у него там. Пусть принесет ведро. В леду вылет. И тазик не даст пройти ему в дверь. Он будет лить туда вниз. Он это сделает. Дай ему поганое ведро какое. Вон, смотри, как хорошо они расположены. Какая порода-то? Как называется? Паска как-то? Нет. Паска. А? Как? О! Все! Видал потеряешься? Смотри. Вообще, как в городе-то хорошо. А насколько лучше в деревне? Вот идут. Мать и дочь. И что везут? Что-то садить, наверное. Сады какие-то. Наверное. Помидоры или что? Видишь, как? А там кран. Это тот хозяин. Его брат работает. Алеша. Добрый день. Ревна какие привезли. Ты снимай время от времени, как у них будет. Ладно. Подходи, спрашивай. А это что у вас? Двести. Да это на саду. Полетит. А что ты его садишь? А что ты его садишь? Сейчас еще не растет. А нет. День и ночь там хвощится. Сейчас у Игоря помогает. Ну возьми. А. Ирина. Нет. Ну этот я посажу. А то, что останется там тогда. Здесь, Володя, польешь? Полью-ка я. Все, полью. Серафиму попроси еще какие-нибудь кришки там. Она даст. На доллар. Ладно. Что-нибудь посадь. Договори. Они сами будут копать. Только посади. Ну все. О. Гляди. Косилку. А как ты ее возьмешь-то? Ее надо ручку ломать. У меня длинная машина. Она ей не нужна. В школе, сады, цветы. Понимаете как? Вот абсолютно все. Вот это дерево. Знаю какое выросло. Это уже опасно. А вы там видели? Сучок большой такой упал. Сантиметров 30 на диаметром. На забор у Малютиных там. Нет. Я еще не убирал его. Вот недавно. Ну-ну. Отломился. Убирать безветренную погоду. Или когда дует с той стороны. Отломился и прямо на забор рухнул. Поднять высоко. Захватить тросом. Тянуть трактором. И отсюда краном давить его туда. Только когда ветра нету. Ну все вошло. Пошли. Благодарю. С ними мы поборемся. Так. Сережа. Пять минут не дайте. Я прошу вот тоже. Игнать их. Сейчас дал мне его, что не понял. И считается, что не простыни гроши. И не просто. Это ничего не даст. Ты сам себя поиколупаешь и не расстраиваешь. Да, да. И не надо проконсультировать человека. И Люду еще надо забрать. Ну поехали забираем ее. Я ей сказал в два. Я ей сказал в два. Мы сейчас съездим на Рыжковский хотя бы. Пойдем посмотрим. Поехали. Езжайте. Сейчас подождите пять минут. Что вы как сказать. Сережа, поехали. Еще пять минут не дадут. Собака пять минут это еще не дает. Абсолютно. Потому что козе что-то забадет. В сторону не дает. А на Рыжках там долго будет не дает? Не стоп. А нам не дает. А нам не дает. Показать. Поехали. Подождите вы, Игнать Тихвиневич. Поехали, поехали. У меня сам заразил. У нас понятно. Я вас не заразил. Вы будете на креме за него. за 5 минут еще не сделает это абсолютно бесполезно на лессировку вот так смотри, начинаешь сначала с выдержки то есть успокаиваешь ее, наглаживаешь еще одна проблема, когда берешь за ошейник она прям грызет тебе руку смотри, я ее подальше все, посадила, вот так вот ее сделаешь она тебе дискомфортна, ты ей дискомфортна все, начинаешь вот, все, отвлекаешь ее, хорошо да тихо ты вот так вот можно взять, чтобы она не кусала она переворачивается, а вот, видишь, я подтянул все хорошо, начинаешь оглаживать сидеть и все не надо не кусать, когда такую сумку пояснуешь вот, смотри, собака когда сидит я ей, хорошо сидеть давай еще а это у тебя рука должна быть на контроле то есть в момент, когда срыва выдержки вот так вот это делаешь неприятно когда сидит, ей приятно ее кормишь, гладишь когда она срывается, ей должно быть резко неприятно тогда она поймет, поняла? да сидеть вот, в этот момент готова ее отдернуть сидеть ты зайди оттуда снимай, чтобы слова его были слышны ветер дует вот, хорошо сидеть вот, подходишь, видишь, она уже радуется кусать не даем ей раз, хорошо сидеть сидеть дальше проверяем усвоила навык она или нет смотри, сидеть я тяну поводок видишь, она упирается я ее за это хвалю хорошо сидеть то есть она поняла, что здесь ей будут наказывать сидеть опять ее тяну пошла и раз ей опять показала, чем закончится если она сорвется сидеть опять сидеть опять тяну упиралась хорошо сидеть здесь начинает кусать я ей раз больно делаю сидеть хорошо если больно делаю, то мне надо ее и поощрять чтобы она не заходила сидеть сидеть хорошо вот видишь, она подчиняется и в то же время лакомство чтобы она меня сильно не боялась сидеть 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 вот а теперь уже с выдержки команда ко мне начинает обучаться вот смотрите тут если она сидит, она уже хочет бежать если она не охота сидеть вот вот я даю нюхать сидеть потом ко мне ты видишь она уже поняла сначала выдержку сделает а потом команду ко мне а потом когда свободного состояния вот смотри обязательно нужно это у тебя лакомство доставай мне по одному то есть дает ей понюхать все допустим она что-то там нюхает нюхает сейчас она уже лакомство идет а тебе надо чтобы она чем-то отвлекалась погладь ее вот вот она отвлеклась теперь смотри все хватит ко мне вот она идет получается хорошо хорошо ко мне ну вот смотри вон козы да вот это хороший пример козы да она смотрит на козу козы козы может вам туда слазить говори смотри не ну да я там верю тебе что не что не не что там плохо а здесь хорошо опять можно ко мне Ко мне, вообще, плохо, 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 плохо. Затем можно, когда она у тебя лежит. Она, то есть, сказала, ко мне ей должно стать плохо. А ей, ты говоришь, ко мне, а ей там хорошо, здесь хорошо. Она не может выбрать между хорошо и хорошо. А если без поводка я, например, поле я тускаю, там лучше, знаете? Понятно, без поводка, нет. Когда на поводке реплекс выработается, потом она будет подходить хорошо. Она уже понимает, что если ее отпустили, то все, можно. Потом электроошейник одевается для таких хитро-мудрых собак. Она очень умная, она на нас домой сама может войти. Она ручку открывает и заходит домой. Вот, сидеть, кусать не давай. Вот только вот она раз, сразу берешь вот так вот на язык, вот ей туда. Ну, чтобы ей неприятно было. На язык давить просто? Да, ну, чтобы она... Да. И все, вот я руку даю. Все, видишь, она уже не кусает. Вот. Пошла и раз опять. Раз вот так. Показываю, что не нужно это делать, наказание. Хорошо. Дери поводок теперь в левую руку. Говори ей сидеть. Сидеть. И готовься дернуть ее, если б она сорвется. Сейчас давай кусок ей. Говори, хорошо сидеть. Хорошо. Сейчас смотри, я ее буду отвлекать, она дернется, а ты дернешь левой рукой поводок. Сидеть. Видишь, она не... Вот, дергай, дергай, дергай. Сидеть. И быстрее, да, дернула. И усадила. Сережа, вытащите лопату и вот эту, хрофилу, быдрость большие, которые есть. Не, не, не. После наказания не хвалишь. С рукавичками пойти и все. Так еще не будете, пошли не мешать. Хвалишь только тогда, когда она не отвлеклась. На право.